Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в очередной раз продолжаем разговаривать об анаболических средствах. Сегодня мы будем говорить о таком, я бы сказал, легендарном препарате, как Туринабол. Так что заваривайте протеин, нарезайте фитнес-батончики, и мы начинаем! Итак, дорогие друзья, Туринабол. Туринабол, на самом деле, это, если не вдаваться в биохимические подробности, метан, лишенный возможности превращения в эстрогены. И тем самым, соответственно, Туринабол, говоря на сленге качков, а именно для качков, мы снимаем это видео. Так что я надеюсь, все поймут, о чем я Туринабол не заливаю, не льет Туринаболушка, нисколько. Вот, и, соответственно, исходя из этого, вроде как заманчиво, соответственно, звучит его использование. То есть, всем хочется поюзать Туринабол, дабы получить эффект, как от всем известного метана, но без побочек. Однако, надо учитывать то, что без побочек Туринабол, как и многие другие анаболические средства, использовать не получится. Если вы получаете некий форсаж при росте мышечной массы, вам всегда придется за это заплатить. В случае с Туринаболом платить придется здоровьем. Здоровьем вашей печени. Дорогие друзья, дорогие качочки, я понимаю, что такие вещи, как, соответственно, различные заболевания печени, вас уже не пугают. Однако, я вам напомню, что вот эти вот различные заболевания печени, они снижают выработку ИФР в вашей печени. Не все, но такое тоже может быть. И раз ИФР снижается, то отдаленно прирост вашей мышечной массы может крайне затормозиться. Поэтому я не рекомендую сильно увлекаться пероральными препаратами анаболическими. Однако, надо учитывать, что да, Туринабол может быть эффективен в плане подводки к соревнованиям. К соревнованиям, особенно если мы говорим о силовых соревнованиях. Пауэрлифтинг, тяжелая атлетика и даже некоторые единоборства. Однако, следует помнить, если вы решили использовать Туринабол, тот же самый протокол вы должны использовать, как и с метаном. Помимо классической сдачи каулограммы и других, соответственно, анализов, о которых я постоянно рассказываю в своих видео. Если не смотрели, посмотрите обязательно. В базовый набор всегда входит индекс хомы IR, каулограмма. И, конечно же, андрогенные гормоны, пролактин, эстрадиол и так далее. Но в случае с Туринаболом туда обязательно, так как препарат токсичен, может нанести вред печени, должно входить в УЗИ исследования органов брюшной полости. И это крайне важно, потому что если у вас есть какие-либо липидные или другие включения в печени, скорее всего, все же этот препарат лучше не применять вообще. И по поводу того, что Туринабол заменитель метана. Да, действительно так. Я бы, соответственно, вообще по возможности не использовал метан. В тех случаях, где можно использовать Туринабол. Единственный случай использования метана вместо Туринабола, это когда человек очень-очень сильно, соответственно, проседает в финансовом плане, и ему никак по какой-либо причине подготовки к соревнованиям супер какой-то бюджетной нельзя ронять вот его такой анаболический индекс. Вот, или ввиду, может быть, какой-то травмы, если он уже находился на курсе, и чтобы этот курс не разрывать, а у него есть только метан, и по какой-то причине нет вообще никаких других стероидов, только метан, ну, тогда, может быть, это еще оправдано на какой-то короткий срок, в каких-то минимальных дозировках. Это вот единственное, где я вижу, что может пригодиться метан. В остальных случаях, когда есть возможность метан заменить Туринаболом, мы заменяем его Туринаболом. Вот, и в тех случаях, когда мы можем не использовать Туринабол и не использовать другие какие-то высокотоксичные препараты, мы их не используем. Побочка Туринабола, так как печень, соответственно, напомню, занимается тем, что вырабатывает и желчь, она может касаться и желчевыводящих путей, затрагивает с собой весь желудочно-кишечный тракт, поэтому платить вы будете не печенью, а единой. Вот, именно по этой причине сдается УЗИ брюшной полости, и если у вас будет нарушение желчь оттока, то, соответственно, вот вам, пожалуйста, синдром избыточного бактериального роста, поэтому хромоспектрометрию по Осипову тоже сдать. Поэтому, соответственно, в перспективе использования таких старых пероральных средств, оно выйдет дороже, чем, соответственно, использование каких-то более современных препаратов. По факту использование олдскула всегда дороже, вот, с точки зрения здоровья. Так что, дорогие друзья, задумывайтесь о том, стоит ли или не стоит использовать те или иные анаболические стероиды. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!